ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полиция ищет обманутых. Гражданство какое? Российское. Мужчину подозревают в обмане иностранцев. Никак жителю Татарстана уголовное дело не стало уроком. Находится вещество растительного происхождения. Пока что следствие он увеличил объем производимых наркотиков. Это не только прямо сейчас. Лада Калина и Хёндай Ай-30 не смогли разъехаться на перекрестку улиц Гвардейская и Даурская. Удар был такой силы, что одну из машин развернула, другую отбросила прямо на светофор. Столб не выдержал и рухнул. Участники аварии признали, что кто-то из них проехал на красный. Но вот кто? Тут мнения разделились. Альбина Минебаева продолжит. Ехал на зеленый, а он выехал на красный, самый первый. Ну, не дождался вообще зеленого светофора. Ведь меня не заметили. По словам водителя иномарки, двигался с улицы Гвардейска в сторону Рихарда Зорги. Направлялся навестить маму, но не доехал. На перекрестке с улицей Даурская дорогу ему преградила Лада Калина. Считать, что в аварии виноват водитель отечественного транспорта, потому что выехал на перекресток на красный. Удар был такой силы, что иномарку развернуло. Водитель Хёндая не пострадал отечественный автомобиль после столкновения с иномаркой. Сбил светофор после ДТП. Оба транспортных средства оказались на трамвайных рельсах. У водителя, по-моему, небольшое стрясение, скорее всего, ребра, наверное, потому что он постоянно держится за боковую часть. Ну, судя по всему, наверное, во время удара было смещение на руль. Водитель Лады с улицы Даурской направлялся в сторону Аделя Кутуэ. Ехал на работу заступать на вахту. При столкновении сильно ударился, однако от госпитализации отказался. На вопрос о том, как все произошло, попытался ответить его друг. По его мнению, именно водитель Хёндая выехал на запрещающий сигнал светофора. Завершал маневр водителя Лады или как? Я так понимаю, скорее всего, да. А второй участник уже был на определенной скорости. И, заметив то, что тут уже загорелся красный, и вот уже сейчас будет зеленый, то есть уже тут надо просто, видать, добавил газ, увидел его в последний момент. Авария произошла на глазах у многочисленных очевидцев. Некоторые из них успокоили водителя иномарки, рассказав, что видели, как Лада проехала на красный. И готовы, если понадобится, это подтвердить в автоинспекции при разборе детали происшествия. Альбина Винебаева, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Невнимательность на дороге стала причиной аварии на улице Короленко. Там столкнулись Лада 14 модели и Деу Джентра. По предварительной версии, водитель одного из автомобилей, выезжая из двора, не уступил дорогу машине, едущей по главной. Все подробности у Славата Мухамадулина. Мертвая зона, дверь колеешь, вот мы увидим. Плохая видимость и невнимательность стали причиной этой аварии, считает водитель Деу Джентра. Мужчина работает в такси. Рассказывает, оставил клиента возле подъезда и выезжал из двора на улицу Короленко, но не убедился, что на главной дороге нет машин. Решил развернуться на перекрестке, но не успел. Его протаранила Лада 14 модели. Тормозили, уже не видно следов. Водитель иномарки считает, авария произошла из-за его собственной ошибки. Однако говорит, что столкновение можно было избежать, если бы водитель Лады выбрал безопасную и разрешенную на данном участке дороге скорость. Ну, сначала еще выпустил, чего, куда летишь. Я ехал километров 50. Ну, потом все вроде успокоился. А вот Никита Шульгин, водитель той самой Лады, говорит, что скорость не превышал. Ехал бы быстрее, то и повреждения у автомобилей были бы куда серьезнее. Слава от Мухмадулина, Фесса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Обещал помочь с гражданством и пропадал. Полицейские задержали в Казани жителя Зеленодольского района, который, по их мнению, не один год обманывал иностранцев. Брал деньги, причем немало, за оформление документов, но обещанного не выполнял. Сейчас стражи порядка разыскивают тех, кто стал жертвой и обманом. Рамиль Шайдулин с подробностями. Гражданство какое? Российское. Полицейские считают, что такое же российское гражданство. 54-летний житель Зеленодольского района обещал сделать всем иностранцам, кто обращался к нему за помощью. Цена вопроса варьировалась от 60 до 200 тысяч рублей. Но, как правило, дальше обещания дело не доходило. Деньги присваивал, на связь не выходил, обещанного не выполнял. Зарабатывал на доверии, считают следователем, порядка четырех лет. Задержали мужчину только в январе. Полицейские установили причастность задержанного к девяти подобным фактам. Однако у сотрудников полиции есть основания полагать, что потерпевших может быть гораздо больше. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Полицейские просят всех, кто пострадал от действий этого человека, позвонить по телефону, указанному на экране. Рамиль Шайдулин, Динара Камалова, Вызов 112. Несмотря на грозящую уголовную ответственность, только увеличил масштабы криминального бизнеса, у жителей Менделеевска полицейские обнаружили партию растительных наркотиков. Задержанный уверял, что выращивал запрещенные кусты исключительно для себя. Зелье, естественно, у него изъяли. Но спустя время у него же нашли куда больше. Динара Камалова увидела сколько. Две банки. Кто там фотографировал? Холодильник, продукты и банки, в которых, на первый взгляд, соленье. В реальности же вещество зеленого цвета растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана. Все это полицейские обнаружили в квартире у 38-летнего жителя Менделеевска. При этом хозяин дома уже находился под подпиской о невыезде. В его отношении двумя месяцами ранее. Узбудили уголовное дело и также за незаконное хранение наркотиков. Поступила оперативная информация о 38-летнем местном жителе, хранящем в своем доме наркотические средства. В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли по месту его жительства более 75 грамм марихуаны. Но, видимо, уроком для него это не стало, и он увеличил свои запасы в разы. Так, при проверке по месту жительства участковый обнаружил в его доме полкило марихуаны, а также аппарат, предположительно, по его переработке. Находится вещество растительного происхождения. По данному факту решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 в статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы Динара Камалова в вызов 112. Сотрудники вневедомственной охраны и управления Росгвардии по Татарстану задержали в Казани 23-летнего подъездного грабителя. По предварительной версии, молодой человек отобрал деньги у 45-летнего мужчины. В полночь наряд группы задержаний патрулировал район улицы Главной в Казани. У Росгвардейцев вызвало подозрение компания ребят, осматривающая в полночь припаркованный во дворе грузовой автомобиль. Патруль направился к молодым людям для выяснения личностей. Пока изучали документы, поступила информация о том самом ограблении. Внешность одного из запрашиваемых молодых людей полностью подходила под описание полученной ориентировки. Парня задержали и передали полицейским. Пострадавший его опознал. Похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Новая борьба с нарушителями ПДД, будни жителей Ямала, а также соседство назойливого пса и ленивой свиньи. Далее рубрика «Сплошные проколы». Устроил дорожную ваханалию и поплатился ключами от автомобиля. В Ульяновске водитель маршрутки выехал на встречную полосу и продолжал движение, несмотря на встречный поток. Так бы продолжалось и дальше, если бы не действие неравнодушного автомобилиста. Мужчина без рукоприкладства дал понять нарушителю ПДД все, что он думает о его вождении. Водитель маршрутки особо спорить не стал и попытался отыскать выброшенные ключи. Сломается, как сухари. Сейчас продемонстрируем. Обычные будни автомобилистов на Ямале. Из-за аномальных морозов в этом регионе покрышки автомобиля трескаются, как макароны. Это наглядно продемонстрировали местные жители. А сейчас продемонстрируем камеру, которую вытащили тоже из пелеса в таком состоянии. О, как макароны. Подожди, подожди. На Ямале приключения настигают не только автомобилистов. К авторам этого видео в гости пожаловал белый медведь. Проявлять агрессию он не стал, а лишь поедал сладости. Но когда угощения закончились, гостеприимные ребята попрощались с животным. Ну все, гуляй. Все, до свидания. А этому хаске явно не хватало компаньона. Хозяин питомца заболел и не мог выгулить своего пса. Тот с таким положением вещей не согласился и принялся искать себе товарища, чтобы выйти на улицу. В поле зрения попал хряк. Однако тот приглашение не принял и продолжал лежать на полу. Терпения хватило на полминуты, после чего ленивое животное поспешило спрятаться от назойливого сожителя. Лисан Сабирова, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 8-98-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эйдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин